На крайний случай. Увеличение налоговой нагрузки может рассматриваться в качестве источника дополнительных доходов бюджета. Об этом сообщает российская газета. Глава правительства Дмитрий Медведев продолжил серию совещаний, посвященных подготовке бюджета на 2015-2017 годы. Поиск дополнительных источников в доходной части бюджета актуален. Варианты могут быть разные, вплоть до увеличения налоговой нагрузки. Но премьер предупредил, к этой мере надо прибегать в самом крайнем случае. Расчистит дорогу-то полям. На конец нынешнего года запланированы испытания новой колесной дорожной машины – КДМ. Специально разработаны для инженерных подразделений ракетных войск стратегического назначения. Сообщается тот же источник. Возможности КДМ позволят ей занять место устаревающих гусеничных и колесных путепрокладчиков. Кроме того, эта машина обладает рядом уникальных функций. В частности, сменные оборудования позволят КДМ проводить погрузку и разгрузку строительных материалов. Кроме того, ее можно дооснастить рабочим оборудованием для корчевки пней, разбора завалов и перекусывания железобетонных и металлических конструкций. Ряды малолетних саратовских попрошаек понесли большой урон. Об этом сообщает МК в Саратове. Детей, протягивающих руку за подаяние, в нашей области становится все меньше. Если в первом полугодии прошлого года их было 63, столько выявили, то теперь за тот же период – 53. По всей России борьба с попрошайничеством переходит в фазу непримиримой войны. И дети в этой войне должны стать первой мишенью для спасения. В начале июля в Москве представители правоохранительных органов столицы обратились с предложением ввести наказание для тех, кто подает милостыню. Это, по мнению силовиков, подорвет экономическую базу попрошайничества, давно превратившегося в серьезный мафиозный бизнес. Саратовцы смогут покупать лекарства в магазинах, сообщает все тот же источник. Идея продавать безрецептурные мази, таблетки и порошки в супермаркетах принадлежит Минпромторгу. Это ведомство в 2012 году составило список лекарств, которые могут появиться в магазинах. По мнению авторов проекта, это будет способствовать конкуренции на фармацевтическом рынке и повысит доступность лекарственных препаратов для покупателей. Все плюсы и минусы такой идеи читайте в свежем номере МК в Саратове. О жизни российских звезд расскажет журнал «Теленеделя». В интервью с известной актрисой Евгенией Добровольской читайте. «Никто из мужчин никогда не просил меня родить ребенка. Появление на свет всех четверых – исключительно мое решение», – рассказывает актриса. Вместе с Евгенией и ее младшими детьми «Теленеделя» побывал в Швейцарии, в сказочном городе Люцерна. На сегодня это все. О чем пишут свежие газеты мы расскажем вам в следующем выпуске обзора прессы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова